Всем привет еще раз. Мы привезли огромное количество материала, 3 часа рапидного видео. К сожалению, мы не сможем его показать в реалтайме, поэтому будем проматывать. Сейчас, наверное, мы посмотрим трейлер панфиловцев. Он сейчас идет в кино. Давайте тогда, для тех, кто не знает, посмотрим трейлер и продолжим. Спасибо. Продолжение следует... Потому что здесь, на этих рубежах, мы встаем на его защиту. Задержать задача, конечно, понятная. Только знать бы, насколько. Толщина брони корпуса. Корпуса 30 миллиметров. Ну что, проголодался, хищник? Потерпи. Сейчас спущу тебя с привязи. Сегодня, хлопцы, за родину, помирать не треба. Бронебоны! Сегодня за родину пожить треба. Заряд 2-й, а со мной направление правее, 2.30. Одна пушка, 2 ПТРД, 28 бойцов. И никто не герой будет, потому как незачем. Спокойно, жжем танк. 28 панфиловцев. Смотрите в кинотеатрах с 24 ноября. Сейчас ребята, которые у нас занимались вон сет-супервайзом на площадке, они вкратце расскажут вам, буквально такая сокращенная будет минут на 10-15 версия предыдущего нашего московского доклада. Они расскажут, как это все происходило во время съемок на линфильме и покажут, соответственно, материалы. Поприветствуйте, это Игорь Восемь и Андрю Шарапко. Привет. Вот чем сразу отличалась панфиловская история от, чем она вообще интересна, создание этого фильма, это свои истории с танками, тем, как они делались. Вот так они примерно выглядели на стадии первого трейлера. И чем, да, интересно, тем, что это все, как сразу раскрыть, что это все игрушечные танки, это танки, не созданные с помощью компьютерной графики. То есть, да, основная концепция фильма, то, что мы пошли не совсем стандартным путем, то есть мы не стали использовать классический подход с использованием 3D-графики, а, соответственно, вместо этого мы решили использовать миниатюры. То есть все танки — это модели 1К16. Почему такое решение было принято? Во-первых, потому что нужных моделей танков не найти. Есть буквально один такой танк, он находится в Подмосковье, в музее его не дали, потому что это все очень сложно достать. Такие танки по документации, потому что эти танки нужно ломать, портить на съемках, а это уже историческая ценность, его просто не дали портить. Это пример того, как когда-то использовались при подобных съемках комбинированные съемки. То есть это, может быть, какие-то первые референсы были, на что мы могли ориентироваться. Ну да, и эта технология у нас сейчас не очень популярна. Ну да, то есть во многом все приходилось самим выдумывать заново, изобретать велосипед. То есть все, наверное, знаете такого Клушанцева, это наша советская школа, то есть там мастер комбинированных съемок. К сожалению, после него не произошла преемственность поколений. То есть там наши отцы, грубо говоря, уже практически не знали, как это все снимать, поэтому когда у нас стали появляться задачи с использованием миниатюр, во многом приходилось что-то заново все как-то придумывать. Вот это тот самый подмосковный единственный танк, он и в ненужной раскраске, и... Ну да, вот это просто это он. Ну да, и пушка не та, и камуфляж не исторический. Был изготовлен один полноразмерный макет, он деревянный, да? Полудеревянный, задекорированный. Это для крупных планов. Это этот же танк изнутри, просто чтобы понимать, что у него нет ходовой, и он легкий и воздушный. И для интерьера съемок танка был изготовлен отдельно кабина изнутри. Тоже она вся деревянная, очень интересно, красиво задекорирована, выглядит как настоящая. На съемки танки были заменены такими болванками, можно сказать. Это тест, это даже еще не то, как они выглядели на съемках, это предварительный тест, чтобы вообще понимать, рабочая технология, не рабочая. Выглядело так материал, то есть это до съемок еще кино. И вот так вот проезжает маленький танк. И вот так это можно совместить. Это вообще самый предварительный, самый начал. Примерные габариты того, как для изготовления съемочных заменителей танка по размерам они были чуть меньше, чем настоящие танки, чтобы было проще их потом на пасте затирать. Вот примерно так выглядит рабочий материал. Это уже футаж со съемок, который в фильме используется. Да, там люди бегут, можно присмотреться, там ножки. Да, у танка у каждого есть экипаж, есть имя у каждого танка. И там внутри панельки нарисованы у них игрушечные. Все клево. Также во все такие зеленые танки были помещены GPS-датчики и были проведены работы по замерам, чтобы мы потом могли на съемке миниатюр восстановить всю эту информацию. То есть вся информация о перемещениях была собрана. Ну и куча всяких замеров. Просто примеры референсов. После завершения съемки на поле под Питером, вот так оно выглядело, и во время съемки. Время съемки работали на поле геодезисты, которые замеряли всю информацию о поле, и дальше это использовалось для того, чтобы на Линдфильме создать уменьшенную миниатюру всего поля боя. То есть, так как у нас уменьшены танки, точно так же мы восстанавливаем все поле боя 1 к 16. Вот так оно выглядело. Пенопласт, соль, там все что угодно. Также уменьшенные танки нужно было научить ездить, закупались какие-то японские... Да, были куплены просто простые танки, там чуть ли не в Китае. Вот, у них существенный недостаток был в том, что они выглядели не очень естественно. То есть, каждый танк приходилось, ну, по-своему, в общем, прорабатывать. Этим занимался вот Андрей Шалеповский, он Дружинин, это наш продюсер и режиссер. И, соответственно, и так же все внутренности танков были полностью переделаны. То есть, вся механическая начинка, все микросхемы оттуда вытащили, и создали там, ребята-программисты, свою систему, которая позволяла управлять танками. Самые первые тесты, то есть, мы там изначально пробовали совсем какие-то простые вещи делать. Прокладывать металлическую проволоку по пути следования танка, чтобы он за ней, соответственно, ехал. Вот, мы потом перешли уже на более такие, ну, более гибкие вещи, что ли, когда можно было программировать скорость движения танка, время поворотов и так далее. И чтобы как-то использовать те данные, которые мы в поле еще собирали на перемещении танка. Для того, чтобы все эти, ну, для каждой сцены вывести траекторию именно на поле боя и восстановить положение танков и позиции, мы это все проецировали с проектора на, ну, вот, на воссозданную миниатюру. Вот здесь кадр просто с калибрационной сеткой. Вот. И, то есть, перед тем, как снимать какую-то сцену, мы всю информацию в порядок приводили о танках, о камерах высвечивали, все это выставлялось на поле, и, ну, грубо говоря, можно было снимать. Да, и так как все-таки фильм позиционируется как фильм без 3D, ну, потому что танки не созданы в 3D, все равно все приходит к тому, что, приходило к тому, что вся сцена полностью воссоздается в 3D, и потом, ну, все эти вычисления перекладываются на реальную жизнь, чтобы снять фильм без 3D. Ну, то есть, именно не рендеры, да, делаются, а построение сцены, то есть, с учетом, там, геометрии поля и расположением танков. Это чтобы убедиться, что выставленные модели и камеры относительных находятся именно в тех самых местах, которые нам нужны. Кадры были по разной степени сложности, так как мало просто расставить все танки и камеры так же, как они находились на поле. Надо повторить движение, которое либо оператор на поле повторял, либо там телега ехала на поле, либо огромный кран на поле делал. Статичные камеры, кадры, понятно, снимались статично, но их было довольно мало, потому что все-таки динамичная съемка довольно. Одним из способов повторения траектории простых была программируемая тележка. Ну, да, то есть, еще интересной такой особенностью фильма было то, что на протяжении всех съемок и производства графики были какие-то задачи, которые казались там нерешаемыми. То есть, ну, там, начиная от финансирования фильма, то есть, фильм начал сниматься тогда, когда не было вообще понятно, то есть, будет ли нужная сумма собрана и вообще каким образом ее собрать. И касаемо, то есть, съемки с использованием моушн-контроля, то же самое. Когда уже были отсняты натурные съемки, мы перешли в павильон, мы поняли, что просто часть сцен, ну, будет невозможно практически снять, не используя систему моушн-контроля. А, соответственно, когда, ну, начали узнавать, сколько это будет стоить привезти в Россию, какие-то ближайшие варианты, ну, опять-таки поняли, что это совсем там не история нашего бюджета. Вот, поэтому начали с Астаховым какие-то обвести там разработки тоже своей собственной системы. Вот, но, к счастью, познакомились с ребятами из Института робототехники и технической кибернетики, у которых просто, ну, каким-то случайным образом оказались четыре руки, которые, в принципе, нам были нужны. Вот, то есть, они очень-очень сильно выручили фильм. Вот так они выглядят, может, вы где-то видели, это промышленные манипуляторы, которые на заводах используются. Для съемок они в целом не используются, по-моему, вот, то есть, вау, Эбрика. Мы в некоторых фильмах их находили, там, всяких железных человеках. Как декорация исключительно. Вот, есть ролик известный, где там в теннис играет чувак с этими контроллерами. Вот, и, ну, от ней присутствовал программист на площадке, который там же во время съемок именно часть управления отлаживал с рукой. То есть, чтобы те данные, которые мы ему давали, они выполняли с рукой. Есть, например, это? Да. На момент съемок фильма, да, она была. То есть, сейчас систему продолжают там допиливать, и уже, в общем, получив какой-то определенный опыт, ну, ее уже серьезно совершенствовали. Да, то есть, сейчас было понятно, что быстрее побороться. Оно уже в серийном производстве. Ну, да, может быть. А? 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 Ну, у нас все траектории после, к нему поступали уже оттреченные уже, вот, из трекер-манифициарии солдер. А он уже дописывал именно, даже не, ну, не преобразование данных, а вот. Он уже думал, как передать вот нашу траекторию на руку. И очень важно было, касаемо 3D-трекинга, это выставление правильного масштаба, то есть, чтобы рука делала с разметным движением. Вот, потому что, если какая-то тряска, ну, немного вот так камеру тряхнет, ну, это не так заметно, а даже мелкая тряска в масштабе 1 к 16, это прям жилет. Поэтому очень аккуратно надо было все делать. 16 раз аккуратнее примерно. Ну, вот так это все выглядело. То есть, специально там соорудили... Как это называется? Рик. Рик. Из одного элемента. Ну, да, но на самом деле, ну, это не просто какая-то... А, ты воспроизводишь селень. То есть, это не просто штучка надо было, металлическая надо было... Много вращений, чтобы все соблюдалось, это много было нюансов. Один из вариантов калибровки того, как... То есть, надо же, чтобы то, что мы видим на картинке, абсолютно сходилось с тем, что мы видим на плейбеке в камере. И вот один из вариантов был это проецировать с проектора сетку и отрендеренный вариант сетки давать на плейбек и вот выставлять там позицию камеры начальную, конечную, так, чтобы они сходились. Вот, как раз-то, видно на видео. Это один из вариантов. Ну, и довольно интересная была история, когда на одном из финальных кадров просто пролета руки, размаха руки не хватало на то, чтобы покрыть все движение, потому что кадр снимался на огромный кран. Вот, и тогда было принято решение в две фазы снять. Мы сначала сняли первую половину движения, а потом все переставляли и снимали вторую половину движения. Вот примерно так это было, такая история. Мы вчера сидели в интернете и решили, значит, посмотреть. Ну, так как проект народный, и народ очень активно принимает участие в комментировании всего происходящего. И, значит, мы так пробежались, что-то решили посмотреть, что же народ говорит не только про фильм, но и про графику, да, потому что, ну, мы же все в графике работаем, но мы это интересно. И вот тут выбрали какие-то совершенно дикие адовые комментарии. Сейчас мы их покажем и немножко как-то, наверное, прокомментируем. Но это на самом деле 50% всех комментариев так выглядит. Очень прикольно, когда никто не знает, как это снято, и принято, скорее всего, что, ну, скорее всего, нарисованы. И, ну, забавно, когда люди умничают. То есть люди по умолчанию привыкли к тому, что когда они видят что-то невероятное на экране, они по дефолту воспринимают это как компьютерную графику. И у них даже в мозгу не щелкает о том, что это можно снять. Понимаете? Вот в чем подход, вот в чем фишка. Да, это очень смешно. Вы не поняли, мы, может, мы не подумали, как это можно интерпретировать, и думали, может, здесь додумаем, но нет, пока не понятно. Танки нарисованы очень плохой CG. Чуть не забыл, на самом деле. По поводу рендера танка. История в том, что они очень помогли в создании фильма в плане финансирования. То есть огромная помощь от них была. Естественно, их логотипы есть везде. Неоценимую помощь они оказали. Но, вот, опять же, некоторые думают, что они рисовали танки. Да, но на самом деле, понятно, Гайдзины делают танки, они делают это в игрушках. Но делать танки для кино, это не то же самое. У них есть ролик у Гайдзинов года два назад, который они сделали, тоже там с окопами, все есть прям... Да-да-да, у них был уже опыт, они компанию постмодерн заказывали, да. Получился, ну, такой отличный ролик, прям замечательный. И, возможно, народ по-прежнему думает, что это вот... Да, что это как бы коррелируется, что это то же самое, нет. Это не то же самое. Вот это вообще что это? Видны окопы? Это пять. Это видео про какой-то танк, который отличается от остальных? Нет, на самом деле не отличались никакие. Ну, нет, все уникальные были, потому что все модельки были задекорированы, уникальные у всех была своя история по хронологии фильма. Про прокатчика тоже... Нет, прокатчик фильма компании Universal. Ну, это понятно, это мы по-доброму выстёбываем, тут никого зла нет. То есть не все же знают, но это забавно. Это, как ни странно, комментарий главного режиссера фильма. В одном интервью Андрей Шалёп примерно так это описал. Ну, молодец вообще. На самом деле, самое интересное из этой истории то, что народ видит только танки. Это хорошо, потому что он не видит... Добавленных дымов, снегов, людей. Мы покажем там потом дальше кусочек. Пушки были размножены, потому что это реально настоящие пушки. Ну, их там было немного, да? Сейчас Андрей побольше расскажет про это. Ну, то есть пушек у нас были... Советские была одна пушка. Соответственно, их потом сделали из них три. Три бригады. А немецкая... А тоже, кстати, да, одна пушка была. Их до четырех штук размножили. Немецкие вот эти гаубицы, они приехали к нам в законсервированном состоянии. То есть они там, ну, не то, что не стреляли, а у них там даже отбойный механизм там не срабатывал ничего. Соответственно, подход режиссера был в том, чтобы максимальная реалистичность была. Соответственно, мы там три дня их осваивали. В итоге, короче, все разработали. Отбойный механизм стал работать. И после этого ребята, которые, ну, музейщики, они там очень благодарили, что, воу, круто. Мы думали, там все прожрело уже наверняка. Но как бы все получилось. Сейчас небольшая, да, ремарочка. Дело в том, что я с Никиткой Рождественским когда общался, это, собственно, оператор, постановщик этой кинокартины. И он, конечно, рассказывал историю, как они пытались три дня заставить пушки стрелять. Дело в том, что, по-моему, эти пушки, там какая-то немецкая пушка была привезена из Финляндии, потому что нас в России не нашли. И наши как делают? Как консервируют наши пушки? Они просто берут боек, убирают в стол. И все. То есть в случае военных действий достают боек, все, пушка готова к бою. А финны молодцы. Они очень круто сделали. Они там позаваривали все, что можно было. Вот понапилили, вдули отверстия, засунули туда штыри. В общем, стрелять она не могла ни при каких условиях. Значит, для того, чтобы вот этот весь откатный механизм, все это сработало, ребята придумали такую штуку. Ну, они, естественно, там забивали какими-то снарядами это все дело. Но для того, чтобы вот этот вот выстрел из дула сделать, что они думали? Они придумали наливать туда воду. Но проблема в том, что пушка не герметичная. Соответственно, что с этим делать? Значит, Никита первая идея была, давайте заткнем ее чем-нибудь. А чем заткнуть? Взяли, значит, презерватив и пытались надуть его внутри пушки. Смеялась вся группа так же. Вот. Естественно, ну, идея была правильная, на самом деле. По Кумеков, что презерватив не самая лучшая идея. Мы решили брать просто надувной мячик. То есть засовывали в дуло порох там снаряды и запечатывали это все надувным мечом и надували его внутри. Далее засыпалась, ну, заливалась вода в это дуло. Ну и, собственно, бах. Там даже в некоторых кадрах вы можете увидеть, как мячики вылетают. На самом деле, философия проекта состояла в том, что снимать все. Вообще все, что можно было. Я после ребят на втором докладе буду рассказывать про это поподробнее чуть-чуть с точки зрения композа. А сейчас, ребят, это Дима Калясин. Это наш главный художник, арт-директор и кто еще? Приветствуйте. Здравствуйте. Еще раз. На самом деле, вот у нас сегодня тема о том, что была ли игра свеч. Я так чувствую, что я подготовлюсь просто на следующий доклад. Чуть позже, там, может, на следующий вент приеду вам. Расскажу про то, как был организован цветовой пайплайн. Как я умудрился нарисовать 600 работ на этом проекте за год. Вот вообще, какая вообще философия у 2D-шника, когда ты один и перед тобой такое непаханное поле всего. Этому CG-евенту подготовили вам что-то вроде демонстрационного материала по следам нашего фильма. И хотим вам показать ролик, который родился в недрах студии. В нем принимала участие, ну, большая группа ребят. Давайте его посмотрим. Он как раз относится именно к той части, к визуальному посылу, который мы вам даем, и то, что мы хотели донести в фильме. Да, мы его показываем первый раз, его не было нигде в сети. Потом уже можно будет комментировать, ну, и выложим его. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, ну, и хочется подчеркнуть, что это все именно идея и дело рук, в первую очередь, Михаила Лосева, которого у нас с нами сегодня нет, ну, и который празднует, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА